Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» обладает огромным складом запчастей, отличным сервисом и быстрой доставкой. Мы очень дорожим нашей репутацией, поэтому, пожалуйста, добавьте отзыв в Google либо Яндекс о работе нашей компании. Ссылочки будут в описании. Прямо сейчас у нас будет разборка по кучерявому. Кучерявый сказал, что разберет мотор. Кучерявый сейчас разберет и всем об этом расскажет. Итак, встречаем X17 DTL. До появления под капотом автомобилей Opel дизеля Isuzu объемом 1.7 применялся немецкий дизель 1.7 вихрекамерный с 8 клапанами. Он ведет свою историю с 1982 года. Тогда он был с объемом 1.6. Затем в 1988 году он подрос до 1.7, а в 1990 году этот двигатель получил турбину. В турбированном варианте этот двигатель выпускался до 2000 года. На Opel Astra F применялись оба варианта двигателя 1.7, то есть немецкий DTL и японский DTL. Мы будем разбирать один из самых ранних вариантов, снятый с Opel Astra F 1995 года выпуска. Это простой и незамысловатый двигатель, который способен пройти 500 тысяч километров. В нем практически нет управляющей электроники. ТНВД полностью механический. На ранних вариантах этого двигателя поддон одинарный, на Opel Astra G поддон двойной, то есть плоская масляная ванна и сверху поддон. Между ними есть прокладки. Прокладки со временем пропускают масло, и тогда их надо менять. Меняются они проблематично. Также течь масла можно наблюдать по корпусу масляного фильтра. В данном случае он стоит вот здесь, но у нас его нет. Эта проблема легко устраняется путем замены вот этой прокладки. Система вентиляции картерных газов здесь примитивная, без маслоотделителя. То есть масляный туман плохо отделяется от картерных газов и масло попадает во впускной тракт перед турбиной. Фактически масло во впускном тракте не наносит особого вреда. Его не бывает так много, чтобы уровень масла в поддоне уменьшился. Но масло может просочиться через все прокладки и уплотнители впускного тракта. Для лучшего отсеивания масла от картерных газов рекомендуется установить маслоотделитель. Ну что, водная часть закончена и прямо сейчас, как я уже говорил, мотор буду разбирать я, а Паша будет консультировать. Итак, мы начинаем нашу разборочку. Чтобы Паше было очень удобно контролировать процесс разборки, мы соорудили для него вот такой прекрасный уголок и приготовили кофе. Паша, тебе удобно? Да, спасибо. Ну а я пошел разбирать мотор дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Походу одну из трубок системы охлаждения так просто снять не получится, поэтому будем откручивать шкив распредвала. Ремень здесь надо менять каждые 58000 километров. Можно сказать, что ремень недолговечен, потому что он не выдерживает очень сильного буксования. Если рвется ремень, то поршни с клапанами встречаются. При этом поршни и клапаны не пострадают, но двигатель лишится рокеров. Также сломаются втулки клапанов. Двигатель можно реанимировать, отремонтировав ГБЦ. Так как двигатели X17 DTL прошли уже не одну сотню тысяч километров, то наблюдается износ шкива коленвала. А именно вот эти зубчики становятся меньше, ухудшается зацеп с ремнем, ремень изнашивается. Поэтому состояние шкива лучше всего смотреть при каждой замене ГРМ. Замена ремня ГРМ на двигателе X17 DTL очень хлопотная. Во-первых, до 1996 года на двигателе отсутствует соответствующая метка на маховике. Поэтому для нахождения верхней мертвой точки первого цилиндра нужно использовать специальное приспособление имитатор рэпера, который условно добавляет ответную метку. Есть, конечно, обходные пути для поиска верхней мертвой точки первого цилиндра, но они не блещут точностью. Для выставления распредвала надо использовать специальное приспособление со стрелочным индикатором. Снимаем клапанную крышку и вот по этому пути путешествуют картерные газы. Можно сказать, что маслоотделитель в моторе все-таки есть, но его катастрофически не хватает. Если посмотреть на состояние распредвала, то он в норме. Но если сюда посветить, то мы увидим, что рокеры свалились с нескольких клапанов. Над вторым цилиндром мы видим осколки рокера. По ходу поршни клапана в этом двигателе все-таки встретились. Паш, может кофе? Сейчас. Методор до зубы. Капацаны. Методор до зубы. Помоторе стоило. Кап attendёр. Методор до зубы. Мемк Affordable. Методор до зубы. Методор when bug developed. Паш, может, кофе? Давай. Спасибо. Здесь четыре поломанных рокера и один клапан рассухарился. Это постель распредвала. И вот таким нехитрым движением можно достать распредвал. Паша, иди сюда. Спасибо, Паша. Но теперь иди отдохни, пожалуйста. Спасибо. Еще раз спасибо. На данном моторе самые здоровые гидрокомпенсаторы, которые мы только видели в наших разборках. Форсунки здесь впрыскивают топливо в вихре камеры, установлены на медные шайбы, очень надежные и ходят десятилетиями. На первый взгляд ничего криминального здесь нет, да и быть не может. Потому что клапаны расположены перпендикулярно поршням, и при ударе о поршни клапаны не загибаются. Клапан ровный. Напомним, что всю силу удара на себя берут рокеры, а также при встрече поршней и клапанов могут разрушаться направляющие клапанов. Поршни по клапанам здесь ударяют плоско, поэтому мы здесь не видим сколов. Мы здесь видим отпечатки на поршни второго цилиндра. Мы видим отпечатки какой-то детали, которую мы не нашли. Видать, это было не в этот раз, то есть поршни клапана в этом моторе встречались не один раз. По состоянию цилиндров хон здесь слабенький, выработки нет и задиров тоже нет. Хочется обратить внимание на ржавчину в каналах охлаждения. Походу этот мотор очень плохо обслуживался и в каналах охлаждения была вода, поэтому ржавое все. Данный двигатель не оснащен теплообменником, а оснащен масляным радиатором. Масло по вот этим трубочкам убегает в масляный радиатор только тогда, когда ему позволит вот этот термостат. Масло в радиатор направляется тогда, когда его температура достигнет 107 градусов. Здесь, кстати, есть еще датчик температуры масла. Замечено, что при больших пробегах термостат может заклинить в открытом положении. Это значит, что когда машина стоит, масло стекает в поддон, а при запуске оно сразу направляется в радиатор. Из-за этого при запуске двигателя давление масла низкое и загорается красная маслёнка. Надо 5-6 секунд, чтобы давление пришло в норму и маслёнка погасла. В таких случаях надо менять масляный термостат. Паш, может кофе? Поддон у нас чистый, а вот сюда видно, что лазили, потому что есть несколько меток. Данному двигателю достался очень производительный маслонасос. Он поддает масло к точкам смазки под давлением 3,9 бара. Поэтому неудивительно, что он изнашивается от плохого масла. Как минимум снижается давление. Поэтому при капитальном ремонте двигателя обязательно проводите ревизию маслонасоса. Паш, может кофе? Веси, с тобой займем. Ну а теперь мне понадобится помощь Павла. Как будто первый раз, да? Поршни олдскульные. Посмотрите, машина 1995 года, а они как новые. Ничего не закоксовано, все подвижно и минимальные потертости на шатунных вкладышах. Паршни олдскульных вкладышах. Коренные вкладыши здесь тоже в огне, но, наверное, потому что мотор уже капиталился. Коленвал у нас соответственно в отличном состоянии. Разборка закончена и сегодня мы разобрали отличный, надежный олдскульный мотор и рассказали о всех его недостатках, которых не так уж и много. Мы очень надеемся, что вам понравился наш эксперимент. Особенно Паше он точно понравился, поэтому пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть еще. Но чтобы быть до конца откровенным, мы скажем, что в сегодняшней разборке нам помогали ребята из компании «АвтоСтронг». Если вы хотите знать о моторах, коробках и запчастях «Все», обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». Так вот, как вот так вот, фишку сними. Фишку сними. Давай я. Так, это не снимай. Ну? Ну что он думал? А, все правильно, все, 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 понял, 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 понял. И давай я, ну я понял, что делать. Давай я тебе помогу? Нет, не надо. Ты зажимаешь, ты зажимаешь. А, да? Да. Вот. А, да, все, 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 все. Спасибо.